Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Литон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии, к сожалению, виртуально, находятся мои коллеги, друзья, политолог Александр Цинкер и замечательный журналист Марк Гурманов. Добрый день, друзья! О чем я хотел сегодня с вами поговорить, вы, в принципе, уже догадываетесь и знаете, мы об этом говорили до эфира. Законодательная комиссия КНЕС это утвердила в окончательном голосовании, так называемый законопроект о чрезвычайных мерах правительства в период эпидемии коронавируса. По этому поводу масса есть споров, разговоров. Я обращаюсь к Александру Цинкеру, как к человеку, неоднократно участвовавшему в принятии разного рода законов. Может быть, при той ситуации, которая сложилась в нашей стороне, абсолютно правильно такой закон принимается, потому что тот бардак, который творится, именно с точки зрения принятия решений, но он, по-моему, просто недопустим. Ну, во-первых, уже этот закон принят. Принят, да. В втором и третьем чтении этот закон приняли. Другое дело, этот закон, мне кажется, должен был принят где-нибудь в апреле, когда начиналась вот эта пандемия, когда начинался первый карантин, первая волна. Тогда надо было формировать штаб, который должен был возглавить какой-то человек, который, с одной стороны, понимает медицине, с другой стороны, мог бы организовать этот процесс. И в данной ситуации, ты знаешь, я вспомнил, как в Америке создавалась ядерная бомба, это короткий рассказ, работали физики и военные, и у них никак не получалось, потому что они друг друга не понимали. Пока не нашли физика, который служил и дослужился до высоких чинов в армии на уровне генерала, и он возглавил эту программу, потому что он мог говорить на одном языке и с физиками, на одном языке и с заказчиками военными. Вот это нужно было сделать давно, и тогда бы вот эта команда, а мне кажется, под вот этого координатора, или почему-то в Израиле его называют проектор, да, по идее ему должны были дать подчинение всех генеральных директоров министерств, потому что в этой программе должны участвовать очень многие направления, и тогда работа шла бы, будем говорить так, комплексно, а сегодня что мы видим? Ну просто, ну во-первых, это потеря управляемости вообще, управляемости парламентом, управляемости правительства, управляемости по всем направлениям. Сегодня такое ощущение, что люди поняли, я говорю, люди сидящие в парламенте и правительстве, что надо серьезно подумать о ближайших выборах и говорить то, что хочет услышать их избиратель. Если правительство предлагает закрыть что-то, естественно, в парламенте оппозиция предлагает это самое открыть. Или наоборот, то есть сегодня никто не занимается самим коронавирусом, кроме каких-то служб, которые каждый день приходят, те же врачи в больницы и занимаются делом. Все остальные начали думать о выборах, и это просто ужасно. Если мы сегодня дошли до 2000 в день, если так будет продолжаться, пока это у нас линейный график, но даже линейный график имеет тенденцию к увеличению. Когда-то было 400, сейчас 2000, так можно дойти до 4000. Ну да, на 2000 нам обещали объявить карантин. Ждем. Теперь я обращаюсь к Марку Горину. Марик, оппозиция назвала окончательный вариант законопроекта, вот этого самого, о чрезвычайных мерах во время коронавируса, антидемократическим. Я и вместе, кстати, с оппозицией проголосовал один, вроде бы как, из лидеров партии Ликуты, Гедо Онсар. Он сказал следующее, я процитирую, не могу отказать себе в удовольствии его процитировать. Правительство уже несколько раз признавалось в ошибках, и слава богу, у нас есть парламентский надзор. Я очень опасаюсь закона, который был предложен основателям государства Израиль, он тоже не понравился. И конец цитаты. Я понимаю, что Гедо Онсар, это большой демократ у нас, он себя отождествляет с отцами основателями, как я понимаю, но у нас фактически необъявленное военное положение в стране. Так может быть, то, что называется, так называемые демократические принципы некоторые, может быть, стоило бы засунуть в одно место? Ну, мы их вот и засовывали, в общем-то, ты правильно понял, и как бы назвал это место и этот процесс. Но я хочу вообще другое сказать, понимаете? Вот у меня время древнее, но наступает этот дизайн, примерно как, я прошу прощения, что отвлекаюсь, как было с аннексией. Все о ней говорили, она не имела никакого отношения эти слова к тому, что происходило. То же самое с законом о коронавирусе, не иметь никакого отношения к коронавирусу. Обратите внимание, он ничего не говорит о коронавирусе, он говорит о чрезвычайных полномочиях правительства. То есть правительство получает диктаторские полномочия. Само слово правительство тоже эфемизм. Речь идет об одном человеке, премьер-министре, который получает диктаторские полномочия и остается вне контроля парламента. Это очень удобная позиция в обстановке, когда ты находишься под уголовными расследованиями трех дел, когда идут постоянные митинги, которые, людей, которые не согласны с твоим присутствием во главе правительства, еще не лекут, а даты премьер-министров. И когда ты не можешь справиться с ситуацией, очень удобно остаться вне правительского контроля. Коронавирус не видит никакого отношения. Я прошу прощения. И ТОН-ТВ с большим, так сказать, уважением не могу, как говорится, ну, сам себя, не себя смысл, а свой канал не похвалить. И вот в данном случае наш ведущий был автором программы, я снимаю шляпу, когда было озвучено впервые, насколько мне известно, что американские религиозные евреи ехали бесконтрольно. Именно больные люди, заболевшие. В Израиле лечиться, без всякого карантина, без ничего. Марик, они продолжают ехать. И продолжают ехать, да. И бесконтрольно, и без карантина. И какое нужно чрезвычайное положение, если Израиль и так, как говорится, из него нельзя выехать, из него нельзя въехать бесконтрольно. Это нужно только сознательно осознать ситуацию. Теперь, когда господин Гафни, представляющий партии Ядуна Тарам, известного, так сказать, током, не буду тратить время на объяснение, говорит, что есть и закроет Ежимы, то Ядуна Тарам выйдет из правительства. А если она выйдет из правительства, то правительство развалится, и премьер-министр перестает быть премьером и занимать ту единственную должность в стране, которую можно занимать, находясь под уголовным преследованием. Марси Гафни, умный, опытный человек и политик, он что, просто так сказал про закрытие Ежим? Он что, сказал это не чувствуя угрозы подобной? Ежимы не закрыли. Непонятно, почему надо закрывать бассейны, а миклы не закрывать? Почему надо оставить 10 человек в синагоге, а спортзалы, ну, как предлагает правительство, закрыть? Закрыть спортзалы, хотя туда можно говорить... Уже открывают, Марик, уже открывают. Я знаю, открывают, да, но открывают благодаря комиссии, которая входит в развес с правительством. А теперь правительство может не слушать комиссию, или как бы, ну, вообще непонятно. То есть, при чем тут коронавирус? К примеру, министру понадобили чрезвычайные полномочия, в которых он может действовать без подваженного контроля. Парламин, как мы знаем, представляет общество. Это, как бы, законодательная власть, и она именно, да прямую представляет область. То есть, в некой доле общества. Он его получил. Вирус, как говорится, сам по себе, власть сама по себе, в федеральном положении само по себе. Ну, суд, видимо, тоже сам по себе, если его не закроют, всего чрезвычайных мер, которые будут в его правительстве. Вот. Спасибо. Я понял, Марик, то, что ты имел в виду, надеюсь, телезрители тоже. У меня вопрос теперь, теперь вопрос к Александру Цинкеру, ну, и, Марик, тебе тоже будет этот же самый вопрос отчасти. Дело в том, что в последние дни в Израиле буквально все, как казалось, остановилось, все решали, кто будет вот этим самым проектором, о котором Сашты упоминал, отвечая на первый вопрос. В итоге, человек, который планировался, профессор Барабаш, он отказался, потому что так и не понял, какие полномочия ему будут даны, и никто ему никаких гарантий на этот счет не дал. Назначили другого человека, генерального директора больницы Ихилов, Ронни Гамза, скажи, пожалуйста, вообще, вот наш министр, министр здравоохранения Юлий Дейденштейн, участвуя в споре, в разговорах по поводу назначений на эту должность, сказал, что не нужно ждать от нового проектора чудес и не относиться к нему, как к мессии. А для чего он тогда нужен? Ну, у меня тут первое, что я хотел сказать, непонятно, для чего нужен министр здравоохранения в нашей ситуации, но я думаю, министр здравоохранения не все же нужен, а по поводу проектора, если так можно говорить, я еще раз хочу сказать, что он должен был быть назначен давно, но в данном случае профессор Барабаш, видимо, прав, потому что его, насколько я так понимаю, потому что я не участвовал в этих разговорах, ему предложили должность, а эта должность предполагает, что он должен стоять на вершине пирамиды и практически принимать решения очень сложные, ответственные, и единственная с кем в общем-то обсуждали окончательно, чисто управленческие, это с премьер-министром и с министром здравоохранения, просто как бы сообщая им, что необходимо делать, а это, наверное, не устроило и премьер-министра, и министра здравоохранения, им, наверное, все же нужен более послушный человек, который бы профессионально произносил те решения, которые будут приниматься на уровне премьер-министра и министра, а потом их как бы переделывать на профессиональный лад и доводить до окружающих, до средств массовой информации или каких-то служб. То есть, мне кажется, такой был человек нужен. То, что пошли вот сегодня, мы видим на этот компромисс, причем было очень интересно, вчера вечером мы легли с одним руководителем, а утром мы проснулись с другим. И так происходит по всем направлениям. Марик правильно вот что сказал. И сегодня, если человека, любого спросить, а что на сегодня можно, а что нельзя, я думаю, не каждый сможет ответить, конкретно, что сегодня работает, что нет. А по поводу, еще раз касаясь вот конкретно твоего вопроса, я бы хотел продолжить то, что Марик говорил по поводу правительства и парламента. Сегодня вот в этой ситуации проявилось то, что говорилось очень часто, что у нас получается так, выбирают КНЕСЭТ, КНЕСЭТ делает коалицию и себя выдумывает правительство, а потом это правительство начинает руководить КНЕСЭТ. Вот это сегодня как раз мы видим конкретный вопрос. Поэтому, пока не подумаем мы четко о изменении всей структуры управления нашего общества, у нас будут вот именно в таких сложных ситуациях, как эпидемия коронавируса, выскакивать вот эти все проблемы и очень жестко бить по тому состоянию общества и системы медицины и безопасности экономики, которые мы сегодня видим. Спасибо. Марк, хочу тебя спросить по поводу всего того же проектора. Ну, назначили проектора, который, как я понимаю, как говорил в свое время мой руководитель диссертации, неважно, какую чушь ты несешь, главное, облечь его в научную форму. Вот, наверное, будет то же самое у нас с нашим проектором, как я понимаю. Ну, посмотрим. Но, вопрос один принципиальный. Дело в том, что на должность проектора рассматривался или сам себя предлагал бывший начальник генерального штаба Габи Гадя Айзенкот. Марк, скажи, пожалуйста, то, что его не назначили, это в большей степени политическое решение руководства нашей страны, или они исходили из каких-то других практических, реальных каких-то проблем, желаний, надежд? Скорее всего, политическое. Я, как бы, у нас о другом программа, но я, два слова, буквально, разом мы упомянули это имя, уважаемое, Габи Айзенкот, он снисквал себе серьезный авторитет в таких, ну, либеральных, я не хочу произвести слово левых, но в либеральных кругах. Дело в том, что его каденция начальника генерального штаба, она прошла без войн. И это придало ему серьезный авторитет израиль за рубежом. И сейчас сделать его проектором, это значит, по сути дела, выдвинуть нового лидера противоположного лагеря, противоположного Ликуда Мессианском. Скажем так, и создать новый Ореол, вместо провалившегося этого ГАМС. так что это вообще другой разговор, интересная личность, чисто политическое дело. Я хочу сказать другое, что я согласен с Сашей насчет того, что ты выгодишь, система управления и с тобой насчет того, что ты говорил по поводу твоего научного руководителя абсолютно разумная мысль, но я хочу сказать с другой стороны, ты задал вопрос, зачем нам нужно этот проект? Он нужен нам только с одной единственной целью, для того, чтобы делать что-то вместо того, если разумное, как ты сказал, неизвестоломным видом, вместо того, что нужно делать. Нужно было. Это известно, все смеются. У нас уникальная служба тыла. Наша служба тыла единственная в мире состоит за три дня развернуть господи для 50 тысяч человек. Она для этого создана. Мне нужно огромные деньги, и вообще логистику, как говорится, все это можно сделать. Есть военная служба ЦАХАЛ, есть все, что нужно. Для этого нужно было только на две недели, если сам объявить настоящий карантин, в том числе и за рубежами, гостями, за эти две недели выработать программу. Я сегодня слушал потрясающее ощущение, что спортзалы, мои любимые, их разрешили открыть для того, чтобы предоставить правительству внимательно время для того, чтобы выработать критерии, для того, чтобы почему их открывать, а почему не открывать. Это выработать критерии через полгода. Только выработают критерии. Больше насмешки трудно было высказать по поводу того, то есть ситуации, в которой мы живем или болеем, не знаю. То есть нужно было, а потом все это передать службе ТИЛА, замечательной, у которой, как Саша и сказал, есть полномочия, и обеспечить ее консультационным органом, из выдающихся медиков, которые у нас тоже есть, военных и гражданским, которые знают и умеют это делать. Но а как же тогда будет премьер-министр каждый день по телевизору, а будет начальник службы ТИЛА, который будет ищенно осчитываться о вещах, которые делают. Во-вторых, завтра начальник службы ТИЛА принесет министру обороны решение о закрытии ИСИ. И что тогда премьер-министр скажет тому же Гавни или Литсвану? Как это? Вот что на самом деле будет серьезно заниматься эпидемией вместо того, чтобы заниматься своей политикой? Он останется без этих союзников? Как вы себе это представляете? Поэтому у нас не делается то, что нужно делать, то, что известно, все специалисты это знают. Сейчас министр зайти, но давно это у нас делают? Почему не делают? Одно и простой причин. Министр обороны не из никуда. И соответственно премьер-министр не хочет это выпускать, поэтому вместо этого такой проектор, всякой проектор. есть министр правоохранения, министр на стране вообще не имеет никакого значения. Вирус у нас имеет политическую ценность. И соответственно предстает нам в том обличии, в котором он должен быть. К сожалению, мы платим за это количество заболевших. Мы потеряли контроль над ситуацией, которая у нас была, которую мы упустили. И к чему это приведет? Никакая чрезвычайная ситуация, я думаю, нас не спасет. Надо делать то, что повод сделать. Дай бог, дай бог, чтобы делали то, что надо делать. И чтобы что-то нас все-таки спасло. что-то надо делать. Если не будет мель, если не извиняюсь, ухо. Спасибо. Спасибо, Марк, спасибо, Александр, спасибо, что были с нами. Рад бы видеть вас в нашей студии. Надеюсь, что скоро это все-таки случится. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Будьте здоровы. И мы все будем здоровы. Да, спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых доброго.